Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своими покупками. Покупки у меня были декоративного плана, поэтому давайте приступим. И первое, что я покажу, это будет не декоративное средство. Это сережки. Сережки из магазина Простор. Они идут гвоздичками и они в виде такой мордочки-пумы с каким-то вот там, я не знаю, кружочком. Сделаны под золото. Они мне очень понравились. Миленько так смотрятся. На ушках тоже смотрится ничего так. Подходят мне под некоторые вещи такого оттенка. В принципе, пока я их носила несколько раз, они еще не облезли. Приобрела я основу под макияж от фирмы Malva. Ее здесь 15 мл. Объем небольшой. Основа идет прозрачная и довольно-таки силиконистая. Она не сужает поры, она не заполняет поры. Она просто сглаживает немножко рельеф лица. За счет этого лицо становится таким немножко ровным, но ненадолго. Еще здесь заявлено, что она должна мотировать. Но она не мотирует. Может быть и мотирует, но ненадолго. Это однозначно, потому что в течение дня очень блестит лицо потом. На какой-то недолгий срок воспользоваться там на пару часов, чтобы выглядеть так более-менее презентабельно. Потому что даже с ней выглядеть презентабельно возможно. Хотя это такая не очень дорогая основа под макияж. Не знаю, советовать или нет. И не знаю, куплю ли сама еще. У нас на рынке сейчас косметики очень много подобных средств. Попробую, может, что-то другое. А может быть, когда-нибудь куплю еще вот эту вещь. И еще для лица я приобрела опять же консилер, корректор и хайлайтер в 3 в 1 для меня. От Эвелин. Пятый оттенок, нюд. Он мне подходит и на весну, и на зиму, и на лето сейчас. Вот еще взяла один на прозапас. И буду покупать еще. И еще я приобрела мотирующие салфетки. У меня никогда раньше не было мотирующих салфеток. Но все девчонки рассказывают про салфетки. Какие-то разные фирмы озвучивают. Но какие-то дорогие я не хотела покупать. И некоторых фирм у нас в городе нет. Но нашла такие вот бюджетные салфетки от фирмы Via Beauty. Я их покупала в магазине Простор. Они шли в таком пакетике обычном. Здесь 100 салфеток. Написано 100% лен. Покупала я их, по-моему, за 30 гривен. И это такая вот бумага, похожая на действительно какую-то кальку. Она вообще без пудры. Она должна впитывать в себя все. И она впитывает в себя вот этот жир, который на лице. Но, что хочу сказать. Мне не понравились эти салфетки. Может быть, я их не распробовала, не поняла должным образом. Они у меня лежат. Я их покупала 2 месяца назад. И они у меня лежат до сих пор. Я им не пользуюсь. Я использовала максимум, не знаю, салфеток 5 отсюда. Когда я промакиваю лицо в течение дня, у меня просто снимается вместе с салфетками весь макияж. Не поняла их абсолютно. Вот у меня еще куча их здесь осталась. И я не знаю даже, куда я их буду использовать. Я не говорю, что все салфетки плохи, но именно эти как-то я вообще не впечатлилась. И еще я под влиянием YouTube приобрела парочку средств. Первая из них это гель для бровей. Фиксирующий гель для бровей от Artvisage. Оббежала весь город. У всех спрашивала в магазинах. Все на меня смотрели. Типа, девушка, что это? О чем вы спрашиваете? Мы не в курсе. Я наконец-то нашла у нас отдел, где продается косметика Elf, Artvisage. В общем, в этом магазине есть все, что только можно пожелать. Заинтересовал меня больше гель, за которым, конечно же, я охотилась все это время. Он у меня, конечно же, такой мутный, грязный. Но так как я им пользуюсь вовсю, вот недавно прикупила запасной, чтобы лежал. Мне нравится. Я в восторге от этого геля. Показывала также во влоге. Но как-то влог этот никого не заинтересовал. Поэтому показываю некоторые влоговые покупки в этом видео. Я поддерживаю все комментарии по поводу этого продукта. Бюджетный, но для меня как must-have. Потому что мои брови, они очень такие густые. Они любят в разные стороны торчать. Я, конечно, за ними ухаживаю. Я их ровняю, подстригаю. Но все равно есть такие волоски, которые любят расти даже в другую сторону. Поэтому этот гель мне очень помогает в том, чтобы удержать все на своих местах. И еще одна моя покупочка. Это тени А3Луи. Это микронизированные, компактные тени Дуэт для век. Color Eyes. Тон 201. Весеннее пробуждение. Красивое название такое. Это такие белокоричневые тени. Они очень неплохо пигментированы. На дневной такой даже макияж. На дневной даже такой макияж. Я ими пользуюсь не первый раз. Уже даже видео, по-моему, снимала с этим макияжем. Они по текстуре такие шелковистые. Я ими пользуюсь как и на дневной, так и на вечерний макияж. Очень довольна ими. Хотела иметь такую двушку, которую можно просто носить в косметичке. И которая много места занимать не будет. И еще покажу в этом видео тоже бальзамчик, который я показывала во влоге. От Нивея Сос, который нашумел на ютюбе. Всем он нравится. И многие даже хвалят его. И говорят, что он лучше, чем Кармекс. Я уже высказывала свое мнение о нем во влоге. Мне он не нравится. За то, что он вонючий. У него запах намного жестче, чем у Кармекс. И он для меня намного неприятнее, чем у Кармекс. Холодящий эффект. Боже, я ненавижу этот эффект. Просто он ужасен. Я просто, когда воспользовалась им первый раз, я попробовала его на ночь. И я просто замерзла ночью. Я лежала под одеялом и дрожала. Этот эффект на меня просто как-то влияет, я не знаю, пагубно. Для меня этот холодящий эффект, просто как для Супермена Криптонит, я не могу его вынести. Средство неплохое. Я повторюсь, оно должно лежать в аптечке. Очень быстро восстанавливает губы. Буквально за одно применение можно восстановить губы. Почему я говорю именно восстановить губы? Потому что у меня вроде бы нет никаких шелушений, таких вот грубых, явных. Но когда я его наношу, после того, как он уже более-менее впитался, у меня слазит какая-то корочка и губы становятся просто гладкими. Это просто действительно восстановление, как здесь написано. Но для меня это не тот бальзам, которым я могу пользоваться на ночь, в течение дня, в любое время. Это именно как скорая помощь. И он лежит у меня именно в аптечке. Еще во влоге я показывала карандаш для губ от Эль Карасон. Тоже нашла у нас в городе магазин, где продается эта косметика. Но она представлена в скудном ассортименте. В основном я видела какие-то блески, румяна, карандаши для глаз. Лаков вообще не было, хотя хотелось бы попробовать. Но мне приглянулся карандаш для такой розово-нюдовой помады, которая у меня есть. И этот оттенок очень подходит под эту помаду. Шелковистая текстура у карандаша, очень такой, как будто, знаете, масляный что ли. Но держится на губах он очень хорошо. Оттенок у меня 451. Я напишу в инфобоксике обязательно. Карандаш очень приятный. На губах не ощущается, не стягивает кожу, не сушит губы. Мне понравился карандашик, могу посоветовать. И еще я приобрела помаду от Липоли. Эту фирму я раньше не пробовала. Вижу вообще в первый раз ее. Но слышала у некоторых девчонок на ютубе. Я выбрала оттенок такой тоже розово-нюдовый. Он даже розово-персиково-нюдовый такой. Этот оттенок такой действительно немного нюдовый. Так как губы становятся такие визуально. Не выбеливает губы. Но как-то тонирует их немного. Не знаю, идет мне такая помада или нет. Хочу узнать вашего мнения. Оттенок это 22. Баргема называется. На губы ложится она действительно такая, как будто кремовая. В течение дня держится неплохо. И дело в том, что вы не ощущаете ее совершенно на губах. И еще во влоге я показывала помаду от Maybelline. Не помню серию. У меня в оттенке 130. Pink Possibilities. Я напишу обязательно в инфобоксе. Эта помада стала моим фаворитом. Это даже не помада, а помада блеск. Я обожаю ее использовать на каждый день, на какой-то дневной макияж. Когда не хочется перегружать чем-то лицо. И не нужно как-то расфуфыриваться, что-то делать такое. Вот эта помада это самое топ. Оттенок очень легкий. Помада сама очень кремовая. Она даже не то чтобы кремовая, она как бальзам. Кому-то они нравятся, кому-то они не нравятся. Но я отношусь к категории тем, которым нравится. В общем, я довольна. Еще я приобрела два блеска. И первый блеск у меня от Isabel Dupont. Никогда не пробовала именно помады, блески от этой марки. Были у меня основы под макияж. Не могу сказать, что они на 100% меня устраивали. Но средства неплохие были. И вот как-то натолкнулась в просторе на стенд. Это с помадами и блесками от Isabel Dupont. На стенде очень много ярких оттенков было. У этого блеска хороший запах. Пахнет яблочком он. И оттенок, я его называю хамелеон. Настолько такой многогранный оттенок. Блеск идет с обычным спонжем. Я уверена, что сейчас вы не рассмотрите здесь ничего. Но он очень переливается так красиво. Особенно на дневном освещении таком. Он, конечно, липковатый. Но липкость эта уходит как-то со временем на задний план. Выглядит на губах неплохо так. Хотя именно для моей внешности мне показалось, что он не очень удачный. Тоже напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам он на моих губах. Мне очень интересно ваше мнение. Потому что сама я его уже примеряла много-много раз. Но как-то у меня 50-50. Я то сомневаюсь, носить ли его вообще. То мне он нравится. И это у меня оттенок LC 322. И еще один блеск у меня от Reluie Fashion Gloss. Полюбились мне эти блески. Один у меня такой полупрозрачный розовый есть. И этот я взяла такой... Он оранжеватый, но очень нежный такой оттенок. Тон у меня 0,8 Caprice Barcelone. Нежный такой, персиковый. Даже не оранжевый, а персиковый. Из минусов он тоже липковатый. Но эта липкость проходит буквально, не знаю, 5-10 минут. И липкости как не бывало. Обожаю эти блески. Наверное, буду брать еще какие-нибудь оттенки. Потому что уж очень как-то запали мне эти блески в душу. И буду уже заканчивать. В конце хочу показать вам обычный бесцветный лак от Miriam. Это Wear Max. В общем, обычный бесцветный. Даже в первом оттенке у меня брала для верхнего покрытия. И вот этот лак от Jardin или Jardin. Я не знаю точно, как произносится эта фирма. Этот лак с гелевым эффектом. Я его показывала тоже во влоге. Изначально мне не очень понравился этот лак. Потому что я его наносила. Он как-то комкался немножко. Если вы нанесли первый слой и он получился очень толстым, то он будет очень долго сохнуть. Второй слой не нанесется. Если где-то проплешина получилось. В общем, какой-то был он капризный. И он у меня стал откалываться уже на кончике ногтя на следующий день. Мне это не очень понравилось. Я плевалась. И дала я ему второй шанс. Нанесла уже более так аккуратно его. Ложился он хорошо. Держался он тоже хорошо. По-моему, даже две недели я с ним отходила. Держался он очень долго. Потому что я нанесла верхнее покрытие. Сверху я наносила просто обычный бесцветный лак. Тогда просто вообще получились неубиваемые ногти. Я очень долго с ним ходила. Особенно, когда, знаете, времени нет. Перекрашивать, что-то делать. Хоть и с верхним покрытием, но держится этот лак долго. Поэтому я присмотрюсь к другим оттенкам. Вот и все покупки, которыми я хотела с вами поделиться. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за внимание. Всем удачи. До новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok